всем здравствуйте с вами на связи елена я приветствую вас на своем канале сегодня прежде чем я начну расклад хочу сделать небольшую болталочку тем кому нравятся мои болталки смотрим кому нет позиции перед вами первая вторая третья все как обычно тайн коды есть в описании к раскладу можете перейти посмотреть а мы с вами продолжим что я хотела сказать болталки и почему я решила ее сегодня сделать во первых тема который мне предложила татьяна называется он я тело я эмоции я разум нечто аналогичное да я уже дело как раз таки чисто символично что ли при два года два года два года назад как раз таки в этот день по 25 марта подсказка либо здесь либо здесь будет на этот расклад можете перейти посмотреть вот а сказать я хочу следующее недавно меня спросили в комментариях по поводу чисток что я могу порекомендовать но многие из вас со мной уже давно знают что я не люблю давать советы рекомендовать но я расскажу немножечко раскрою тему чисток а почему потому что она напрямую имеет отношение к нашему сегодняшнему с вами раскладу и так что касается чисток во первых если вы чистите сами то вы должны понимать что чистка это я бы сказал какая-то не экстренная мера мера по-русски по-русски возможность как 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 шанс что ли забыла слова русский с греческом в голове перепутались экстренная так скажем служба такая да в принципе что значит чистка это значит что мы находимся условно говоря не в гармонии и по каким-то нашим определенным критериям да мы считаем что мы загрязнили всего здесь нужно разобраться как раз кто есть мы и что именно загрязнилась так вот мы это я подразумеваю подразумеваю человек он многослой и в моем понятии слои так как вам уже известно многим да каждый человек состоит из нескольких тел тонких поле тонких тел значит самое первое это вот наша физическая да вы это знаете вот дальше идет эфирная астральная ментальная каузальная будхиальная и атматическая и то на что мы можем повлиять это вот как минимум на наше физическое тело да мы то есть периодически его поддерживать в чистоте да ну то есть мы понимаем что тело наше загрязнилось мы начинаем его очищать элементарно это вот водой принимать ванной солью с травами до либо что еще можно сделать с телом да просто правильно питаться да это тоже относится к чистоте нашего тела дальше следующий уровень у нас идет астральные эфирные мы оставляем идем астральное тело астральное тело это наши эмоции значит астральное тело на это работа с нашими эмоциями причем каждое тело да и все что в нем записано это все многослойное то есть эмоции мы так же как и наши мысли мы накапливаем течение всей нашей жизни и сказать что вот раза можно пойти какому-то мастер вам разом все почисти да то что вот вы нарабатывали годами я бы просто задумалась я не говорю о том что это нереально или реально я всегда скептически отношусь к таким вещам и достаточно логически опять-таки все зависит от уровня мастера которого которому вы пойдете будьте очень внимательно кому вы ходите на проверяйте уточняйте лишний раз не бойтесь почему во первых потому что не только потому что вы платите деньги мастеру за работа потому что это ваша жизнь на то есть будьте очень внимательны и очень осторожны кому вы доверяете свое тело свою душу в свою жизнь это очень важно да можно многие даже могут себе навредить так вот работа с астральным телом это работа с нашими эмоциями и поскольку я уже сказала она многослойная то есть вы можете вспоминать постоянно на протяжении всей своей жизни обиды которые когда-то были записаны в детстве там юности в прошлом в общем да и это не значит что если вот вы один раз проработали какой-то какой-то эмоции обиду да что все это вот пожизненно нет конечно же это не так и они будут всплывать и обиды будут к разным людям да то есть допустим эмоция одна а привязана она к разным людям вот поэтому это периодически вот постоянно скорее всего даже не периодически постоянная работа да со своими эмоциями и третий уровень с которым мы можем поработать это вот непосредственно наши мысли до ментальный план содержать наш ум в чистоте вот для этого всего да многие люди например занимаются практика медитации практика медитации в моем понимании это умение управлять своим вниманием и быть состоянии наблюдателя вот когда ты начинаешь находишься в состоянии наблюдателя то в зависимости от того какую цель на медитацию ты ставишь ты можешь отслеживать свои эмоции да либо отслеживать свое тело что в нем происходит либо отслеживать свои мысли и в тот момент когда они всплывают вы это осознаете и можете отпустить это поработать с этим поэтому медитации принципе делаются каждый день каждый делает по-своему еще расскажу я вам сказываю свое мнение свою точку зрения так вот что значит чистки чистки предполагает что у человека тела загрязнены то есть нету не рабочие не функциональные какая-то из тех слоев до которых я озвучила какое-то тело либо могут все тела загрязняться и вот тогда мы прибегаем непосредственно к чисткам но нужно понимать что если что эта работа комплексная да это не то что вот вы почистили например свой ментальный план да и все и у вас сразу все наладилось нет надо чистить свои эмоции да надо чистить свой свои мысли надо постоянно держать и поддерживать чистоте свое тело то есть это не то что вот допустим сделали одну генеральную уборку в квартире и все и так пожизненно будет нет периодически через какое-то время да если вы живете в этой квартире вы будете замечать что грязь все равно появляется и нужно поддерживать себя в чистоте это я сейчас к тому что во первых чтобы мы понимали что есть чистки потому что что я вам сейчас говорю вам это понятно когда мы начинаем говорится чистка там сразу как-то вот это как будто бы что-то другое и отношение к этому меняется поэтому ваша работа то что вы можете сделать да и быть уверенным что эта работа действительно происходит а не то что вот вы пошли к человеку и неизвестно как он работает до мастер самое главное чтобы он вам не навредил почему потому что я слышу об этом поэтому я и говорю надо понимать и осознавать что вы делаете поэтому самое простое что вы можете сделать это периодически чистить свое тело эфирное тело вы можете очищать свечами у меня свеча даже еще и закоптила смотрите видно да пламя какое вот что еще можно сделать желательно научиться медитировать это и вам поможет вот и не нужно думать что еще раз скажу и много раз буду говорить что это какая-то разовая часть да то есть пока вы с чем-то работаете тренируете теле иные мышцы то это все работает как только вы останавливаете это все не работает и нужно периодически отслеживать свои результаты до результаты того что вы ну как вы работаете до понимает то есть если вы работаете например с телом дата у вас какой-то результат должен быть да вы должны чувствовать гибкость я не знаю тело более сильнее да ну то есть это логически на мой взгляд если вы не знаю работаете с эмоциями да то в каком-то моменте ваше восприятие да если все правильно сделать до восприятия каких-то ситуаций оно должно быть не то чтобы менее эмоционально уже не реагировать так резко да так эмоционально на какие-то вещи и все что связано с ментальным планом да как раз ки вы будете наблюдать на то что вы обращаете внимание вовне да насколько ваше намерение чисты насколько ваше побуждение чисты вы аналогичных людей будете притягивать свою жизнь и вы будете аналогичные вещи замечать это вот как момент отслеживания поэтому чистки да почему я рассказала сегодня об этом потому что вот тем у нас такая с вами да мы будем смотреть наше тело эмоции и разум насколько они все между собой взаимодействует напомню что расклад это все-таки общий я если честно не очень-то люблю всевозможные диагностики на общих раскладах почему потому что очень много людей смотрят и вы доверяете я знаю что вы доверяете мне и бывает такого состояния знаете что перетягивает на себя хотя это вот общий расклад моя задача чтобы просто прислушивались немножечко да кто информация которой я говорю и начали в себе разбираться не натягивать на себя примерять это и сказать что вот да это вот так и есть нет а немножко задуматься а то информации которые вы слышите еще раз скажу не знаю почему это мне сегодня хочется сказать такие вот слова предостережения особенно если вы слышите у коллекторологов когда говорят там по поводу порчи по поводу там магического влияния и и и и все такое все такое то есть на на общее обозрение такие вещи мне кажется говорить ну не стоит просто да потому что орудия есть разные кто-то понимает что это общий расклад а есть люди достаточно мнительные которые могут исходя из того что услышали до поступить не совсем верно поэтому напоминаю да моя задача вам это сказать ваша задача меня услышать вот и мы с вами давайте переступим приступим перейдем к раскладу надеюсь вы позиции выбрали для себя тайм-коды знаете убираем и приступаем позиция номер один голубенький камешек что нам скажет камешек о вашем теле работа мы на колоде небо и земля смотрите у вас очень если мы говорим о теле у вас очень хороший потенциал но у меня сразу выбрасывает в ментальное на ментальный уровень на уровне разума то есть сразу показывает хотя потенциал достаточно хороший да если вы будете развивать свое тело но сразу трудности сложности выходит то можно можно поддерживать чисто генетически давайте вот так скажу да потенциал достаточно хороший но все здесь зависит исключительно от вас здесь знаете вот когда вам дали пластилин и сказали что из него слепи что и получишь вот в вашем случае это так то есть какой-то генетической предрасположенности к болезням либо каким-то трудностям физическим я не вижу но здесь у вас трудность как раз таки заключается в том что вы акцент больше делаете на свой ментальный уровень да то есть на духовное развитие на логику больше да на мыслительные процессы нежели вы обращаете внимание на свое физическое тело то есть здесь недостаточно я так скажу вы обращаете внимание на тело да то есть недостаточно прогуливаетесь недостаточно занимаетесь спортом с движением да можно лучше если вы даже занимаетесь то можно лучше да то есть ваше тело имеет предпосылки одно такое более выносливый да если бы я не знаю как вы относитесь к своему телу что вы делаете, но если бы вы будете, да, либо есть более внимательны к своему телу, то процесс старения, он может замедлиться. Я об этом, ну, то есть, изнашивание тела происходит достаточно медленно, потому что ваше тело напрямую, оно зависит у всех, в принципе, но в вашем случае мы сейчас разбираем, напрямую зависит от вашего ментального уровня. Есть прямая связь, то, о чем вы думаете, именно думаете, не чувствуете, а именно думаете. И то, как вы живете. То есть, вы можете сразу даже отслеживать, что у вас может срабатывать психосоматика, когда вы начинаете волноваться, очень много думать, переживать, да, сразу у вас реагирует ваше тело. То есть, болезни в основном, они у вас идут на через интеллектуальные какие-то моменты. Все, что как-то вот связано с головой. Не уверена, с чем. здесь у вас идут какие-то перемены сейчас, да, и эти перемены, они связаны с эмоциями. очень важные какие-то значимые перемены, да, здесь вот как будто бы перерождение идет. То есть, то, что вы, то, что сейчас с вашим телом происходит, либо будет происходить, оно напрямую связано вот то, что я сказала, да, знаете, может быть, кто-то действительно чистится, чистками занимается от ваших чисток. как-то ваше тело будет сейчас меняться. Я не могу сказать, там, в плюс оно или в минус, но какие-то изменения в вашем теле сейчас происходят. однозначно у кого-то идет исцеление. Если кто-то болел, да, здесь идет как-то исцеление. У кого-то, может быть, идет исцеление непосредственно от ваших розовых очков, да, кто-то снимает розовые очки и смотрит на жизнь и на мир немножечко иначе, и как следствие, как результат, ваше тело на эти изменения тоже реагирует. Но в потенциале, да, я вам рассказала, что в принципе нормально. У каждого, конечно же, слово нормально свое понятие, но если, допустим, оценивать по десятибальной шкале, то вот на пятерочку. Хорошо. Я как эмоции, да, наши астральные, астральное наше тело, эмоциональное. Здесь что? С эмоциями у нас не все хорошо бывает, да. С эмоциями у нас, в принципе, когда вы находитесь сами собой, у вас все хорошо, ну, что в принципе и логично, да. Стоит вам только начать взаимодействие с людьми, они сразу вас как-то выбивают из вашей колеи. Очень сильно эмоционируете и переживаете. Переживаете за критику, переживаете за то, что говорят люди о вас. То есть все, что связано с разговорной речью, да, ваш адрес. Любые оценки, любое мнение другого человека, вы очень ранимо к этому относитесь, воспринимаете. Хотя внешне можете показывать человека такого, знаете, жизнерадостного, удовлетворенного, да, но внутри вас очень много обид есть. Стараетесь, либо учитесь как-то свои эмоции контролировать, работать над своим эмоциональным планом, но не всегда получается, да. Сейчас даже такой этап, я могу сказать, что как будто бы ваши эмоции, они как-то замерзли, либо что-то произошло, да, у вас, и вы что-то сделали, и здесь вот ваш эмоциональный план, такое чувство, как будто бы вы сказали себе, что все, я больше не буду чувствовать, да, мне это не надо, либо наоборот работаете с тем, чтобы не выражать как-то свои эмоции, не проявлять, да, сдерживать, контролировать. Здесь какая-то вот холодность в эмоциональном плане у вас присутствует. Какие-то изменения идут у вас в вашем мировоззрении, да, и новое начинание здесь, может быть, знаете, что вы для себя как-то решили, что когда наступит какой-то вот другой этап в вашей жизни, да, либо придет какой-то человек, которому я могу довериться, да, в которого я верю, тогда я смогу раскрыться. Сейчас ваш эмоциональный план, он не не раскрыт, все зависло, да, все как-то вот остановилось здесь, здесь холодные энергии идут. Они даже не колючие, здесь вы не воюете, здесь вы не боретесь, здесь нет агрессии. А здесь есть такое, знаете, состояние, когда мы говорим, что месть это вот такое холодное блюдо. Вот я не про то, что вы мстите, ни в коем случае нет, а про то, что вот ваши эмоции, они сейчас застыли, да, они как будто будут в ожидании, чего вы ждете. Вы нас ждете того момента, когда будет удовольствие, когда будет удовольствие в вашей жизни, и вы сможете что-то, что-то сделать. Здесь такое чувство, что вы хотите как будто бы жить, получать эмоции только для себя. Вот эмоциональный план, да, если мы говорим, вот с ним вам нужно действительно поработать. Если с телом еще как-то нормально, то эмоциональный план вы просто отложили как-то, знаете, в сторону. Здесь много сценариев, неясности, но есть вещи, которые вы не понимаете, да, связанные с какими-то эмоциями. И поскольку, возможно, вы устали разбираться в своих состояниях и чувствах, потому что вы очень долгое время работаете над этим, вот, и вот как будто бы просвета какого-то не увидите. Здесь ощущение того, что вы какую-то деталь упускаете. Есть какая-то эмоция, которую вы упускаете, либо хотите как-то ее проработать, до конца завершить, но не получается. Периодически у вас как-то, либо вы как-то нормализуете свой эмоциональный план, а потом как-то вот периодически откаты у вас идут. Вроде бы все хорошо, нормально, да, ровное такое состояние, а потом лоп, и сразу как-то вот откат. Откат какой-то негатив, что-то такое не очень приятное. Хорошо, что у вас с ментальным планом? А вот ментальный план, смотрите, дальше, конечно же, я задам вопрос о том, как взаимодействовать с вашими телами, но вот ментальный план мне показывает то, что ваши мысли, они связаны с вашими эмоциональными ранами, которые вам нанесли, боли. Вам не хватает какой-то легкости, но вы как-то вот периодически вспоминаете то, когда вас люди ранят. Здесь есть какая-то повторяющаяся пластинка, которую вы жевачите, которую вы постоянно жуете, прокручиваете, все никак не можете примирить в своей голове. Знаете, не можете найти какого-то вот эмоционального, душевного равновесия. Вот ваши эмоции и ваши мысли не напрямую связаны. Вы начинаете о чем-то думать и вот сразу вспоминаете, и то, что вы вспоминаете, это достаточно неприятные состояния, негативные какие-то состояния. Страхи, предательства, клевета, нехорошие. И вот вы, чтобы вот эту вот боль не чувствовать, да, вы как-то себя останавливаете. Но есть вот здесь вот дьявол, который периодически вас включает. вот эти все мысли и эмоции и переживания. Знаете, вы как-то вот постоянно думаете о своей несостоятельности, о том, что у вас не... Вот вы как-то не чувствуете себя целостным человеком. И вот когда вы начинаете думать об этом, да, вы начинаете сами себя ранить. Причем начинаете размышлять о моменте сейчас, да, либо некоторое время назад, а возвращаетесь все время в детство. В детство. Постоянно возвращаетесь в детство. Хорошо, какая у вас взаимосвязь между всеми телами? Нет у вас взаимосвязи? Знаете, сейчас может быть этап у вас такой, какой-то вот кризис. Я чувствую какой-то кризис и обесточенность, не хватает энергии. У меня такое ощущение, что это вот ваш урок сейчас, какой-то вы урок проходите, поэтому ваше состояние сейчас, оно именно такое, да, вот я сказала урок, и выходит императрица. Вы как будто бы идете к модели вот этой вот состоятельного, целостного человека, да, к модели, к архетипу императрицы. Это ваш путь. И вы постоянно, не постоянно, а постепенно, как вы идете, да, вот у вас всплывает, вы начинаете работать над собой, чтобы прийти к императрице, да, и начинаете работать над собой, вы шлифуете, шлифуете себя, да, через какие-то мысли постоянно, где-то вы отслеживаете, понимаете, что опять одно и то же, и надо что-то с этим делать, и вы что-то делаете. Но здесь вот у меня такое ощущение, что это вот урок, просто урок, да, разбитого сердца. И шанс для того, чтобы вот вам, для того, чтобы дали шанс прийти к оператрице, вы как раз-таки должны прожить свое разбитое сердце. Оно у вас постоянно в мыслях крутится, где-то фоном. Я не могу сказать, что вот прям ярко, да, вы все время думаете об этом, нет. А дьявол, он все время появляется, все время искушает, да, и вот, и поэтому вы, свои эмоции, ну, они у вас замерзли, вы их охладили, потому что боль и рана очень большая. И вот вам говорят о том, что вам нужно уйти от ваших разочарований, от ваших опасений, того, что так будет всегда, от вашей остороженности, да, где-то вы словесно может быть, быть очень холодны, держите людей на расстоянии. А прийти к тому, чтобы стать победителем на своем пути, и дальше вам надо дальше двигаться, вот, надо двигаться как раз к двойке кубков, гармонии, либо к новым отношениям, либо к гармонии, либо к умению взаимодействовать с людьми, в формате уметь отдавать и столько же получать, ни больше, ни меньше. Это вот то, к чему вы идете. Начали мы с мага, а закончили двойку кубков. Здесь у единичек у вас этап такой, да, я не могу сказать, что вот это вы по натуре такой человек, да, здесь у меня этап идет, этап становления, то есть здесь много еще чего может измениться. Такая у нас с вами была позиция номер один, сейчас я эти карты опять положу в колоду, что я в принципе такое не делаю, сегодня мне хочется, чтобы была колода почти полная, оставляю лишь по одному аркану. Так, и мы с вами переходим к позиции номер два и красненькому камешку. Давайте посмотрим, что нам скажет ваше тело. Вот состояние вашего тела, да, оно такое хорошее. Единственное, что могу сказать, что есть наличие присутствия воды достаточно, да, может быть кто-то из вас немножко опухает, да, на данный момент, либо есть какие-то задержки, ну, очень много воды, либо вы любите пить очень много воды, то есть здесь вот присутствия воды достаточно. Ну, а так, тело, ваше, состояние вашего тела, ну, достаточно хорошее, да, то есть готовое и движение у вас есть, присутствует столько, сколько нужно, и, в принципе, можно из него построить все, что вы захотите, то есть нет каких-то проблем, да, которые вот как-то вот мешают вам. То есть на данный момент такое рабочее, хорошее состояние вашего тела. все зависит от вашего эмоционального состояния, да, вот в каком настроении вы находитесь, так вот ваше тело и реагирует, реагирует. Но, вообще-то, оно такое достаточно спортивного телосложения, по крайней мере, я не могу сказать, что есть лишний вес какой-то, если есть, ну, небольшой процент женщин имеет большой вес, а так, в принципе, все хорошо работает, функционирует у вас, да, я могу сказать, что вы даже выглядите моложе своего возраста. Поэтому здесь каких-то проблем, проблем, есть ли какие-то отклонения, проблемы, да нет, я не вижу, я не вижу. Нет, я не вижу каких-то вот отклонений. Что у вас в эмоциональном плане, да, что там с астральным вашего тела в эмоциональном плане. В эмоциональном плане у вас, знаете, вы, с одной стороны, переполнены любовью, а с другой стороны, у меня такое ощущение, что вот вам некому отдать свою любовь, да, вот здесь вот как-то так, вы как будто вы держите все эти эмоции, да, может быть, воспоминания как-то о прошлом анализируете, но вы как будто бы держите их про себе. Нету, либо нету человека, которому бы вы посчитали, что можете открыться, подарить свою любовь, подарить свое, свои чувства, состояние. Да, здесь вы как-то вот очень серьезно стали относиться к вашим эмоциям, либо вы научились ценить себя и как вариант, да, уже выбираете, то есть здесь вы уже являетесь хозяином, да, если так можно сказать, вы выбираете, кому можно открывать свои эмоции, здесь все зависит от вашего желания. Вы четко уже выстроили какие-то границы, да, и вы не подпускаете к себе людей, которым вы не доверяете. Здесь вот такое ощущение, что чувство под контролем, но иногда есть вот это вот ощущение, что вы периодически как-то вспоминаете, ностальгируете о чем-то прошлом, но уже как-то контролируем, а не то, чтобы вот, знаете, вспомнили и повязли в каких-то там эмоциях и застряли, как в болоте, нет, здесь уже как-то, ну, я могу себе позволить, да, вспомнить, то есть это вот как будто бы осознанно с вашего разрешения, не то, чтобы это случайно, но так я вижу, что вы держите все про себе, и здесь вот как-то вот это вот именно эмоциональный, да, план, он для вас очень важен, потому что вы были все великие арканы, ну, то есть 4 из 5, это очень важный аспект для вас. Хорошо, что у вас с ментальным планом, да, а здесь вы как будто бы, знаете, учитесь как-то поступать, ну, либо хотите, чтобы все было вот правильно, все было по справедливости, но такое ощущение, что пока у вас не получается, потому что есть какие-то разочарования, и они останавливают вас, да, вы как будто вы не можете двигаться дальше, все ждете, надеетесь на тот момент, когда что-то изменится, и, ну, вы сможете легко, как-то, знаете, вот легко принимать решения, легко отвечать людям, вот эмоции, здесь эмоции управляют вашим ментальным уровнем, хотя изначально вы хотели бы, чтобы все было по справедливости, то есть все равно вот кубки, они у вас присутствуют, а это значит, что эмоции, они влияют и на ваше тело, и эмоции влияют на ваш разум, то есть вы смотрите на все через призму своих чувств, состояний, хорошо, есть ли взаимодействие между всеми этими телами, ну, вот опять туз кубков, есть, но такая, достаточно неопределенная, я бы сказала, да, водная, все зависит от эмоций, все зависит от состояния, знаете, у меня такое ощущение, что вот пока все в балансе, по крайней мере, вы к этому стремитесь, да, либо вы достигли уже какого-то баланса, ну, вот как-то вот смогли ухватить вот эту вот волну, да, между разумом, эмоциями и телом, и сейчас стараетесь это удержать, то есть вы как-то вот словили вот этот момент и работаете над тем, чтобы, ну, разве, ваше развитие идет в этом плане, то есть вы как будто бы хотите уравновесить, нащупали где-то как-то это, и теперь хотите это удержать, контролируйте только свои свои мечты и фантазии, здесь, знаете, надо вам отпускать, отпускать, вот, как-то больше обращать внимание на на свое тело, да, как-то заземляться, дело в том, что вы вот из всех уровней, да, вот наш физический план, да, потом эмоциональный и потом ментальный, вот из этих трех, ну, слоев, если так можно сказать, да, вот вы больше пребываете в эмоциях, и вам надо, ну, нету вот этой вот заземленности, то есть когда вы что-то подумали, да, вот вашим фильтром являются эмоции, эмоции определяют, быть этим, мыслям и идеям, или нет, как-то вот эмоционально все решаете, и до дела у вас не доходит, то есть до тела не доходит иногда информация, она вот как-то вот блокируется в эмоциональном плане, то ли радуетесь, иногда бывает очень много, очень часто, то ли, ну, как-то вот эмоции, они перебивают идеи, очень часто идеи не доходят до реализации, вот что я хочу сказать, где-то все застревает в эмоциях, и может быть даже здесь где-то какая-то перезагруженность идет эмоциональная, надо немножко разгрузить эмоциональный план, а это вам поможет заземление, больше работать с телом, вот кому-то, знаете, массажи с эфирными маслами, дыхание, дыхательные практики тоже помогают вам, и побольше ходить по возможности, я не вижу здесь каких-то, вы знаете, вот сильных физических нагрузок нет, а здесь вот такая ходьба размеренная, не совсем медленная, не совсем быстро, такая размеренная, но та ходьба, которая заставляет вас дышать, не так, когда вы сидите, да, спокойно, вот все застаивается, здесь такое ощущение, вот как будто бы надо разгонять крапива, может быть кому-то в баню нужно сходить, вот именно не просто попариться самостоятельно, а вот с банщиком, потому что мне показывают здесь вот крапива, знаете, когда крапива обжигаешь тело, чтобы все это начало циркулировать, как-то вот в теле надо, да, хорошо, вот такая у нас была вторая позиция, вижу там, мало, да, времени, но вот мне больше, к сожалению, сказать нечего здесь, здесь, так, где этот аркан, вот, здесь мы оставим справедливость, и мы переходим к с вами позиции номер три, зелененькому камешку, что нам скажет ваше тело, здесь идет какое-то перерождение, кто-то очень серьезно болел, и сейчас идет выздоровление, прям очень серьезная, серьезная болезнь была, здесь знаете, как-то вы серьезно стали относиться к своим границам, и здесь у вас идет пересмотр ваших границ, я могу предположить, что как-то вот вы пересматриваете сейчас свое физическое состояние, как-то мне показывают здесь какой-то контур, круг, вы как будто бы очерчиваете круг, не квадрат, а круг вокруг себя, что можно, где можно ходить, а где переступать нельзя, вот прям вот границы, границы очень четко, здесь знаете, здесь что-то такое произошло, если была болезнь, то исцеление, если не было болезни, то здесь вы как будто бы пересматриваете то, что связано с вашей энергетикой, то есть раньше вы были как будто бы донором, а сейчас вы пересматриваете кто в вашем окружении, вас вам перед и забирает вашу энергию, здесь вы работаете как-то силой, может быть кто-то даже стал заниматься какие-то силовые физические нагрузки, ну кроссфитинг, там пауэрлифтинг, вот такие вещи, то есть это не аэробика, не легкая атлетика, а что-то вот именно связано с укреплением себя, расширением себя вот именно нарастанием каких-то мышц массы, нет, здесь не про то, я подумала, может быть здесь кто-то полнеет, нет, здесь не про это, здесь не про полноту, а здесь вот именно про физическую массу, про укрепление себя, своего тела, кто-то вот качает разные мышцы свои, либо кто-то работает над коррекцией какого-то своего контура, ну я имею ввиду, если это например пластика, то вот именно над коррекцией, почему, потому что здесь такое ощущение, что было все размыто, а сейчас стало что-то конкретное, четко понятно, то есть как-то вы работаете, контуры вашего тела физического, они явно проявлены, и так вот четко прям нету размытости, вот те разочарования, которые у вас были, да, которые вызывали у вас какую-то неуверенность, эмоциональные качели, вот вы сейчас с этим как раз-таки работаете, что-то выстраиваете, изучаете, да, есть какие-то новые знания, которые вы получаете, и здесь вот как будто вы знаете связь с высшими силами идет напрямую, работая со своими страхами, вы получаете какой-то дополнительный ресурс физический, как будто сила ваша, вот вы укрепляетесь, знаете, вот появляется большая уверенность, изучаете, либо изучаете какие-то знания, либо здесь медицинское вмешательство может быть, но в любом случае здесь вы что-то делаете, да, кто-то может быть работает с родовыми программами, с матерью работает на выстраивании отношений, и вот вы прорабатывая что-то, вы получаете какой-то дополнительный источник энергии, и это придает вам уверенности, это придает вам силы. Так, что у вас на эмоциональном плане. На эмоциональном плане вы как-то, знаете, работаете с тем, что у вас уже было в прошлом. кто-то здесь работает непосредственно в становлении себя, если вы женщина, в становлении себя как женщина, кто-то может быть действительно взаимодействует с матерью, да, вот какие-то воспоминания. Здесь у меня ощущение, что вы работаете с либо с мамой, еще раз скажу, либо с прошлым, но вот это вот прошлое, оно как-то поможет вам именно в становлении себя своей личности. Вы как будто развязываете какие-то узлы во взаимоотношениях с матерью. Либо если вы мужчина, то с женой женщины с какой-то. Здесь вот именно в прошлом какие-то воспоминания хорошие либо плохие какие были. Не знаю, вы-то вот здесь работаете с эмоциональным планом. Над эмоциями. Я спросила, над какими именно эмоциями вы работаете. Вы работаете над чувством. Знаете, вот если мы говорим о вашей маме, маме, я не знаю, как называется это чувство, когда ваша мама была тем человеком, которая вообще не слушала чужое мнение. Вот у нее была своя правда и своя истина. И вот что-то такое вы переняли от нее. И вот вы сейчас как будто вы работаете над этим сценарием. То есть раньше вы как будто бы вообще не были способны прислушиваться к мнению других людей. У вас была своя четкая позиция, вот прям собственное мнение такое, жесткое, конкретное. А сейчас вы как будто бы это прорабатываете и добавляется некая такая мягкость. То есть вы как будто еще позволяете себе прислушиваться к мнению других людей. То есть рассматривать ситуацию многогранно. То есть вы допускаете разные варианты того, что есть другие мнения. И если мы говорим в аспекте работы с мамой, то здесь если раньше вы как-то были четко уверены, что вы только правы, а мама допустим ваша не права, то здесь как будто бы пришел такой момент, когда вы в каких-то ситуациях встаете на ее место и ну вот доросли, да. И допустим через своих детей вы видите, что вы так же поступаете, как и ваша мама в ее возрасте. Где-то повторяю, здесь такое ощущение, что вы пересматриваете свое мировоззрение и вы видите, что либо понимаете позицию своей мамы, то есть вы теперь допустим понимаете, почему она была какая-то жесткая, почему были какие-то правила. Раньше вам это было непонятно, сейчас у вас уже приходит осознание этого. Я не говорю, что вы ее оправдываете, но я говорю, что вам открылась вот эта возможность видеть ситуации, в которой вы проживали и с ее позиции, с ее точки зрения. Еще эмоции. ну вот здесь все, что ваши переживания по поводу прошлого, они идут сейчас в завершение, завершаются, если я помню, что у троек очень серьезный этап такой, вот, все, что связано с прошлым, здесь вы должны как-то поставить точку, получить уже какие-то результаты, разрушение идет, о волнении, по поводу чего, либо по поводу как-то своих детей, либо когда вы были ребенком, я говорю, какие-то сценарии прорабатываете, либо может у кого-то быть переживание по поводу денег, но вот это вот все, что с вами происходит, оно происходит для одной цели, чтобы что-то начать заново, по-новому как-то, знаете, вот отпустить, мы говорим отпустить, и вот здесь вот чтобы отпустить, надо это осознать, а чтобы осознать, это надо заметить, это надо высветить, да, и вот вы сейчас высвечиваете вот эти сценарии, следующим этапом будет осознание, и только после этого отпускания, и это многогранно, это как-то все крутится вокруг матери, либо роли матери, да, если вы мать, вы как-то работаете над собой, да, как стать матерью, либо это непосредственно связано с вашей мамой, либо в общем с пониманием роли женщины, здесь женская фигура статусная проигрывается, хорошо, что у вас на уровне ментала, ну, вы погружены в принятие решения, да, то есть вы еще не приняли какого-то решения, да, здесь вы хотите найти это решение, как-то, знаете, успокоиться, примириться, что вас здесь волнует, здесь такое чувство, что вы как будто бы воюете сами собой, соревнуетесь как-то сами собой, хотите себе что-то показать, доказать, убедиться, вот это должно прийти к завершению, а у вас как-то заключение вот этого логического не происходит, да, и вы уходите в отшельника для того, чтобы определиться, здесь вы выбираете путь, как вам дальше двигаться, как вам дальше взаимодействовать с людьми, то есть вот этот процесс принятия и отдачи, вы над ним сейчас работаете и то, о чем вы думаете, здесь вы как будто бы хотите закрутить колесо баланса в другую сторону, что-то изменить, но для того, чтобы что-то изменить, вы думаете, да, как это сделать, какой план, как вам дальше двигаться по жизни, да, почему, потому что вот вы хотите обнулиться, вы хотите оставить старое позади, поэтому вы работаете сейчас в эмоциональном плане со своими прошлыми эмоциями, знаете, вот такое чувство, что вы были раньше каким-то конкретным человеком, а сейчас говорят люди с возрастом мягче становятся, вот это что-то аналогичное, как-то более снисходительно, более терпеливо, что ли, более гибко, лояльно подходите к вещам, вы уже понимаете, что ну вот та позиция, которая у вас была раньше, она вас не приводит ни к чему хорошему, кроме конфликтов, а вы уже ощущение такое, что вы уже устали, вы сейчас выбираете для себя какую-то новую модель, как вы дальше можете двигаться, как вы можете старое оставить позади, как можете поставить точку, и отсюда смотрите, вот сейчас я посмотрю, какая будет взаимосвязь, но в любом случае изначально я уже вижу, что вот каждый раз, когда вы проигрываете прорабатываете какие-то вот эмоциональные сценарии, да, у вас, вы как-то чувствуете себя более уверенно, у вас появляется сила, и это отражается на вашем физическом плане, и вот эта вот сила, она придает вам в эмоциональном, в ментальном плане возможность как-то, знаете, вот более спокойно, дает вам спокойствие, и в этом спокойствии вы можете принимать какие-то решения, то есть все завязывается на эмоциях, причем во всех трех позициях у меня в этот раз. Хорошо, какая взаимосвязь есть вообще между всеми этими телами? Ну, смотрите, у вас есть шанс стабилизировать всю ситуацию, все эти тела как-то уравновесить, для того, чтобы стать, ну, обрести целостность, но для этого вам нужно уйти от переживаний вот какого-то разбитого сердца, с чем связано ваше, здесь вот какая-то скорбь, какое-то сожаление огромное. По поводу эмоций, здесь чувство, что вот вы как будто бы не достигли в эмоциональном плане того, что вы хотели, какая-то ваша мечта не реализовалась, связанная. Здесь такое чувство, что вот вы не достигли какого-то результата, которого хотели, над чем работали, почему? Потому что вот здесь вот дьявол, здесь как будто бы вам это и не нужно было, то есть когда появляется дьявол, он всегда, как правило, показывает вашу упертость и настойчивость в том, что, ну, вам по сути не нужно, а вы решали, вам казалось, что вам это нужно. И поэтому вы залипали в это. Я не знаю, здесь у каждого может быть что-то свое, но это что-то очень важное для вас. Это была какая-то мечта, и вы ее не достигли, и вам сложно было ее отпустить. Вы не хотели ее отпускать. И чем больше вы держали за нее, тем больше проблем она вам создавала. А что сейчас? А сейчас произошло какое-то изменение, я могу сказать, некое исцеление, но частичное, не полностью. Вы одержали победу где-то в своей работе, над тем, чем вы работали, касательно дьявола, и сейчас вы как будто бы держите границы. вы ищете решение, как сделать свою жизнь таким образом, чтобы она была наполнена, чтобы она приносила вам удовольствие. Вы не можете найти решение, что вам мешает. Вам мешает ваш прошлый опыт и настороженность, которая присутствует. Знаете, вот как-то вот второе дно, есть где-то второе дно, и оно не дает вам получить то, что вы хотите. А второе дно, оно связано с вашей ценностью, с ценностью себя. Вот задумайтесь над этим. Есть такое ощущение, что либо вы не осознаете своей ценности, вы уже достигли того, чего вы хотите. Вот мне идет по энергиям, давайте я так скажу, так может быть понятнее будет, мне идет по энергиям, что вы уже достигли того, чего вы хотите. Но вы почему-то этого не замечаете, вы это не видите, вам кажется, что нужно еще на чем-то работать, нужно еще что-то сделать. И вот это вот еще и еще и где-то там, вот это вот какая-то утопия, на которой строится ваш дьявол. и чем больше вы хотите получить эту утопию, тем больше вы как-то вот залипаете в этого дьявола. А вам нужно понять свою ценность. Здесь не про то, что увидеть то, чего вы уже достигли, а здесь вот как будто бы надо посмотреть на себя по-другому. как вам это объяснить? Увидеть свою важность, свою значимость, что ли? Знаете, такое ощущение, что вот вы как этот в мультике про Стоквашину, да, когда Почтален в печке бегал за боже мой, птичку, да, он снимал, когда он был фотографом. Вот, и не помню, то ли шарик, то ли кот ему говорил о том, что ты вот полдня бегал для того, чтобы его, а зайца, по-моему, был, для того, чтобы его сфотографировать, да, а потом тебе придется еще полдня бегать, чтобы отдать фотографию. Так вот, вы тот человек, который бегает полдня, получить то, что ему, по сути-то, и не нужно. Ну, то есть, если ты хочешь быть фотографом, фотографируй то, что у тебя под руками. Зачем бежать вот за какой-то вот идеей, да, что вот, это вот, заяц, движение, это будет уникально, это будет только у меня, это будет классно. Когда можно сделать то же самое, да, но с теми предметами, которые у вас есть под руками, но при этом так же качественно, так же классно. То есть, здесь вот в вашем понимании, в вашем мировоззрении, что вот то, оно вот действительно изюминка. На самом деле, изюминка не в том, что вы снимаете, а изюминка в том, как вы видите то, что вы снимаете, да, то есть, то, что вот вам кажется, что вот это вот прекрасное, да, и обязательно должен его заснять. Так вот, это прекрасное есть в вас, а вы этого не видите. Вам кажется, что вот этот кадр, он красивый, а на самом деле красота, это в вас, да, потому что вы смотрите и видите эту красоту, не будь этой красоты внутри вас, вы ее не увидите вовне. Вам вот эту вот позицию надо осознать, увидеть, кто вы есть, свою собственную ценность. А вы здесь занимаетесь вот как-то прошлыми проработками, да, со своими эмоциями, со своими обидами. Вы понимаете, здесь угол надо сменить, надо... У меня такое ощущение, что вот вы работаете как будто бы со следствиями. Вот следствие, это обида, обида, это, допустим, это следствие. А причина, это вы, почему вы обижаетесь. Так вот, вы в данном случае работаете с обидами, работаете с эмоциями. А вам нужно понимать, почему возникают эти эмоции, почему кто их порождает. Как только вы поймете, кто их порождает, вы поймете свою ценность. И тогда вам уже не надо будет работать со следствиями, с обидами. Почему? Потому что их не будет. Вот вам надо изменить свой взгляд. Вот здесь вот про это. Как только вы измените свой взгляд, все остальное уйдет на второй план. Да, здесь как будто бы вы фокусируетесь на трех сослах. Вот как-то на каких-то деталях вы фокусируетесь и теряете всю масштабность. На, как-то так здесь. Так, и по третьей позиции у меня все. Я благодарю вас за внимание. Не знаю, понравился ли вам расклад или нет. Если честно, сегодня ушел у меня как-то очень сложно. Не знаю, с чем это связано. Может быть, тема такая. Не знаю. Желаю вам всего самого наилучшего и до новых расслабов. Пока-пока.